Вопрос дня. Здравствуйте. Хакасия богата красивыми местами и достопримечательностями. Интересно оказалось нашей республикой туристам из центральной России. Однако в последнее время все чаще у пользователей соцсетей, жителей нашей республики, все чаще появляются фотографии и видеоматериалы о том, что много мусора на берегах водоемов нашей республики. Как решается этот важный мусорный вопрос, сегодня мы обсудим эту проблему с Евгением Анатольевичем Потылициным, начальником отдела регионального государственного экологического надзора. Евгений Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Анатольевич, назрела проблема. Скажите, пожалуйста, как решаются вопросы сохранения бесценных достопримечательностей нашей республики? Возможно ли их вообще решить? Вопросы всегда находят свое решение. Начнем тогда с того, что у нас на уровне федерации есть национальный проект экологии, в том числе комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами. Такой же национальный проект у нас есть и в республике. Республика в нем активно участвует. Заключено соглашение. Ну и, как вы понимаете, что вот эта вот вся реформа ТКО, она направлена на внедрение новых технологий в регионы, в частности, добавление новых видов инфраструктуры в части мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов, которых на сегодняшний день кассии отсутствует. И все эти нацпроекты, в том числе по обращению с ТКО, они у нас как предусмотрены с привлечением частных инвестиций, в том числе и из доходов и инвестиций самого регионального оператора. Как вы знаете, Хакасия выбрала регионального оператора, это у нас Аэросити-2000, который у нас занимается непосредственно транспортировкой отходов на территории, сбором ликвидации несанкционированных свалок на территории нашей республики. Ну и вот по этому национальному проекту, в котором участвует наш регион, для Хакасии были установлены целевые показатели, что к 2024 году наша республика должна прийти к таким процентным показателям, как доля твердых коммунальных отходов, которая должна подлежать утилизации, должна составлять 30% от общего объема мусора, образовывающегося на территории. И доля ТКО, которая должна подлежать мусоросортировке, мы должны прийти к показателю в 50%. Ну, как вы знаете, что программы у нас всегда идут не идеально, мы, конечно, республика старается прийти к этому моменту, ну, возникают, конечно, всегда какие-то трудности, но республика это решает, в частности, наше министерство, региональный оператор, органы местного управления, все мы находимся в решении этих вопросов. Вот конкретно с водоемами, с берегами, с мусором, который оставляет, понятно, что сами жители, сами мы в этом виноваты. Не оставляли бы мы мусор, его бы там не было, откуда бы ему взяться. Как решается этот вопрос? Может ли его решить? Вот я понимаю, что вы идете к тому, что, может быть, с помощью рекоператора, да, этот вопрос может решаться. В конце концов, ясно, что реформа в некоторых моментах пробуксовывает. Есть претензии и у жителей Хакасии к рекоператору, есть претензии и у рекоператора к жителям Хакасии. Там и проблема с платежами, много-много вопросов, целый снежный ком. Но, тем не менее, заходя в республику, рекоператор понимал, что будет у него какая-то определенная прибыль. Вот нельзя ли в рамках этой прибыли, может быть, обязать, чтобы где-то какие-то водоемы, хотя бы те, которыми мы гордимся, которые мы и туристам показываем, хотя бы вот там он наводил порядок? Ну, более подробно мы чуть попозже к этому вернемся по взиманию платежей, по этому вопросу и вложения инвестиций со стороны регионального оператора. По вопросу образования несанкционированных свалок, единственное, хочу сказать о том, что нашим министерством на регулярной основе проводятся рейдовые мероприятия как раз по выявлению таких вот несанкционированных свалок. И согласно действующего законодательства, за ликвидацию вот этой свалки несанкционированной ответственность несет собственник земельного участка. То есть Минприроды у нас разработан план, разрабатывается ежегодно, и на 2020 год разработан план по проведению рейдовых мероприятий на территории нашей республики, конкретно по выявлению таких вот несанкционированных мест о складировании ТКО, мы выявляем, ну получается, какая ситуация. При выявлении вот такой вот свалки, мы непосредственно с нашей стороны подготавливаем уведомления, направляем собственнику земельного участка уведомления о необходимости ее ликвидации и направляем удавление в сторону рекоператора. То есть у нас законодательство закреплено о том, что ликвидации всех несанкционированных свалок у нас занимается региональный рекоператор. Рекоператор получает от нас уведомление, проводит повторное обследование земельного участка и в отношении собственника направляет ему также уведомление, который должен отреагировать на него в течение 30 дней. Если собственник земельного участка этот объект не ликвидирует, ликвидацией занимается региональный оператор. И по законодательству он имеет право потом обратиться... Сыском судебный орган для выставления счета собственнику для возмещения его затрат, потраченных на ликвидацию этой свалки. На сегодняшний день, то есть по состоянию на 1 июля 2020 года, у нас выявлено 108 объектов, несанкционировано размещение отходов на площади примерно 290 гектар и общим объемом около 310 тысяч кубометров. Помимо этого, у нас выявлено 16 объектов, по ним мы подготовили исковые уже требования судебные органы, 16 исковых заявлений по 26 объектам несанкционированного размещения отходов. В этом году, в 2020-м, у нас уже подано 8 исковых заявлений. Скажите, Евгений Анатольевич, какие-то территории сегодня есть на особым контроле? На особым контроле министерства у нас стоит два вопроса. Это большая свалка в городе Сайногорске, в границах города. Вся республика о ней знает. По этому объекту на сегодняшний день администрации города подготовлено техническое задание на разработку проектной документации, именно на ликвидацию этой свалки и дальнейшую рекультивацию. Техзадания подготовлены, сейчас со стороны муниципалитета нужно уже готовить проектную документацию по ликвидации этой свалки. И второй вопрос, это у нас, как вы знаете, лигнинные поля в Усть-Абакане. Это от результатов деятельности предприятия МИБИЭКС, которые на сегодняшний день уже не существуют, но достояние республики свое оставил. Ну и поэтому на сегодняшний день мы работаем в этом направлении, то есть у нас проводятся инженерно-экологические изыскания, то есть у нас определена компания, которая занимается этим вопросом. По результатам этих всяких изысканий будут проведены мероприятия по разработке проектной смертной документации. То есть мы получим необходимые материалы для включения этого объекта в объекты накопленного вреда, чтобы потом в дальнейшем, совместно уже, наверное, с федеральным центром, то есть мы можем рассчитывать на выделение финансовых средств, именно на ликвидацию этих всех объектов. Вот часто в редакцию к нам обращаются телезрители еще и с таким вопросом, Евгений Анатольевич. Куда обратиться, где узнать, какие документы необходимо оформить для того, чтобы установить контейнеры для мусора? Где-то во дворах, во дворах многоэтажек, во дворах частных домов. Ну и в том числе, опять-таки, возвращаемся к первому нашему вопросу, может быть, на территории водоемов, потому что все-таки беспокоит экология и то, как выглядит наша республика жителей ХКС. Где установить это все у нас, где установить эти площадки контейнерные, все сейчас решает орган местного управления, ответственный за свою территорию. То есть муниципалитет, да. По второму вопросу насчет водных объектов, со своей стороны я хочу единственное сказать, что установка мусорных контейнеров не улучшит обстановку на водных объектах. Смотрите, если водный объект у нас не передан никому в эксплуатацию, то есть в аренду, мы не видим целесообразности там установки этих контейнеров. Но это не решит проблему, потому что на сегодняшний день, если водный объект имеет арендатора, и будут там установлены контейнеры, получается, возникает вопрос, кто будет вывозить накопленное ТКО. По закону муниципалитета. А муниципалитет, если этот контейнер не находится в границах муниципалитета, муниципалитет не может заплатить транспортировку. Это будет уже нецелевое расходование 16-х средств. Район. Район, конечно, может, но, с другой стороны, смотрите, чтобы сделать контейнер, во-первых, по законодательству, нужно сделать контейнерную площадку, официальную, соответствующую всем требованиям. То есть возвращаемся к тому же вопросу, что это много расходов, и не во всех бюджетах такие расходы заложены. Да, с другой стороны, нужно еще понять, что нужна транспортная развязка. На этих водных объектах должна быть хорошая дорога, то есть должны подъезжать мусоровозы, и должен работать график, потому что вы прекрасно понимаете, что в летний период, в жару, вот эти мусорные контейнеры должны вывозиться очень часто, в избежание образования всяких возбудителей. То есть, чтобы не нарушалось требование санэпидзаконодательства, нужно прорабатывать этот вопрос более детально. Но на сегодняшний день мы видим выход в том, что каждый человек, который отдыхает на водном объекте, должен увезти образованный мусор с собой. Скажите, пожалуйста, Евгений Анатольевич, вот как вы считаете, вернемся к тому вопросу, о котором мы сегодня начали программу, размер тарифа на вывоз мусора и платежная дисциплина сказываются ли на качестве реализации мусорной реформы на территории нашей республики в Хакасии? Ну, по этому вопросу хочу сказать, что это очень сильно сказывается, потому что, ну, на сегодняшний день в нашей республике получается один из самых низких тариф на вывоз ТКО по всему Сибирскому федеральному округу, один из самых низких. А платежеспособность у нас по республике Хакасия, она хотелось бы увидеть лучше, потому что недоимки со стороны рекоператора очень огромные на сегодняшний день. По законодательству он же должен нам инвестировать в нашу республику. То есть, вернемся к первым вопросам. Не просто забрать и увезти нас в рамках? Да, он должен внести свои инвестиции, то есть, в рамках частного партнерства. То есть, он должен у нас создать мусоросортировку, мусоропереработку. Он и работает в этом направлении, создает свою программу по инвестициям, то есть, проходит она согласование у нас в правительстве республики Хакасия. Но получается, что у него идет недоимка по взиманию платежей очень большая. И платежеспособность у нашего населения, ну, как бы не сказать, крайне низкая. Поэтому хотелось бы обратиться к гражданам нашей республики о том, что, уважаемые, если у вас образуется мусор, образуются твердые коммунальные отходы, будьте любезны, оплачивайте своевременный вывоз, чтобы ваш объем ваших накопленных отходов был доставлен именно на полигон с дальнейшей сортировкой и утилизацией, переработкой. Цивилизованной. Цивилизованным способом получается. Рекоператор не имеет недоимку по этим платежам. Прекрасно мы понимаем, что рекоператор использует технику, те же мусоровозы, которые требуют вложений в ремонты. И получается, если рекоператор не добирает необходимые средства, ему нечем восстанавливать свой автопарк. Тем более при вот большой такой недоимке все равно рекоператор работает. И он сейчас на сегодняшний день заходит в отдаленный район республики Хакаси, где его раньше не было. И поэтому он все равно как-то пытается не бросать те далекие территории и все равно заходит, имея такой большой недоимк по взиманию платежей. А платежеспособность по Хакаси у нас низкая. Евгений Анатольевич, предлагаю завершить сегодня нашу программу. К сожалению, эфир не позволяет более широко эти темы обсудить. Может быть, у вас есть какое-то обращение к нашим телезрителям? Что-то у вас, какая-то тема, о которой мы не проговорили еще? Напоследок, я бы хотел обратиться к жителям нашего региона, уважаемые жители республики Хакаси, со стороны Минприроды Хакаси. Я бы хотел обратиться к вам с таким вот вопросом, что давайте беречь нашу экологию. Вместе. Вместе, да. Выезжаете вы куда-то отдыхать. Все люди любят отдыхать. Где-то на водных объектах, где-то в лесной местности. Будьте любезны, забирайте с собой весь накопленный мусор. Не бросайте его на территорию. Также хочу подчеркнуть именно тот момент, находитесь вы на водном объекте. Будьте любезны, соблюдайте нашу водоохранную зону. 50 метров от водного объекта у нас запрещается. И движение, и стоянка транспортных средств. Тем более мойка. Поэтому большая сильно просьба не нарушать вот эти все пределы, чтобы потом не быть пойманными и не привлеченными к административной ответственности. Да, элементарные правила позволят не только сохранить свои средства, но и в конце концов внешний вид нашей славной, красивой, замечательной Республики Хакасии. Спасибо вам большое, Евгений Анатольевич. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Дорогие друзья, я напомню, вы смотрели программу «Вопрос дня». Увидимся на канале РТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»